Италия – очень привлекательная туристически и инфраструктурно-европейская страна, которая имеет древнюю историю, традиции и культуру. С давних времен Римской империи стране досталось множество достопримечательностей и памятников истории, которые легко могут посмотреть туристы и путешественники. Регион имеет ряд преимуществ перед другими странами, они заключаются в том, что Италия объединяет в себе прекрасные горные районы Альп, теплое и чистое Адриатическое и Средиземное море, и историческую центральную часть страны. Это позволяет замечательно провести отдых и получить массу впечатлений. Многие туристы берут тур на шоппинг в такие города Италии, как Милан, который считается столицей моды. Многие любят посещать острова, которых в Италии множество. Самые большие и известные – это остров Сицилия и Сардиния. И, конечно, один из самых исторически богатых городов – столица Древней Римской империи и нынешней Италии – Рим, куда ведут все дороги. Город Бари, Италия, является туристическим курортом, портовым городом с очень давней историей и культурой. Находится Бари, Италия, на юге страны и является столицей региона Андалупия. В городе проживает 325 тысяч человек, большинство из которых католики. Площадь населенного пункта около 116 квадратных километров. Расположен на побережье Адриатического моря. Бари имеет свой международный аэропорт имени Кароля Вайтылы, который расположен на расстоянии в 7 километров от центра города. Открыт он был в 1914 году, годовой пассажиропоток в 2018 году составил более 2,5 миллионов человек. Поселение на месте нынешнего Бари возникло более 3,5 тысяч лет назад. В V веке до н.э. здесь проживали греки, которых потом вытеснили римляне. Во время Второй мировой войны город сильно пострадал от бомбардировок немецких войск, которые применяли отравляющие вещество и прит. Благодаря наличию множества старинных церквей и храмов Бари, популярный паломнический город. Бари имеет субтропический тип климата. Период с начала мая до октября относительно жаркий, а зимы достаточно мягкие и теплые. Температура практически не опускается ниже нулевой отметки. Осадков выпадает немного, основная их масса приходится на конец года. Бари Италия – достопримечательности города средняя температура и количество осадков по месяцам. Январь – 9,1 градуса Цельсия, 95 мм, осадки. Февраль – 9,5 градусов Цельсия, 89,8 мм. Март – 11,5 градусов Цельсия, 98,9 мм. Апрель – 14,5 градусов Цельсия, 91,2 мм. Май – 17,8 градуса Цельсия, 76,4 мм. Июнь – 23,8 градуса Цельсия, 48,3 мм. Июль – 26,2 градуса Цельсия, 24,4 мм. Август – 26,6 градуса Цельсия, 58,9 мм. Сентябрь – 20,5 градуса Цельсия, 75,6 мм. Октябрь – 17,5 градусов Цельсия, 110,3 мм. Ноябрь – 12,6 градуса Цельсия, 142,3 мм. Декабрь – 10,1 градуса Цельсия, 125,6 мм. Разумеется, температура здесь указана со знаком «плюс». Обратите внимание, лучшим временем для посещения Бари является период с конца апреля до конца сентября, когда море прогрета, и температура позволяет посещать пляж и купаться. Просто для ознакомления с городом и достопримечательностями подойдет и ранняя весна. Бари Италия пляжи, отдых на море, транспортная и туристическая инфраструктура региона очень хорошо развиты. Добраться до Бари из любого города Италии не составит труда. А посетить его с туром из другой страны сможет любой турист благодаря наличию большого международного аэропорта. Некоторые туристы посещают Бари уже после Рима или других городов. Обратите внимание, расстояние до столицы составляет около 380 км. Добраться до Бари можно следующими способами. Автобус. Автобусная сеть Италии очень обширная, позволяет легко перемещаться из одного региона в другой относительно недорого. Из минусов автобусного сообщения можно выделить большое количество времени, которое уходит на поездку, это связано с длинными расстояниями между пунктами. Поезд. Железная дорога страны связывает между собой все более-менее крупные населенные пункты и является комфортным средством передвижения. Железнодорожный вокзал Бари находится в центре. Автомобиль. Аренда автомобиля. В аэропорту и самом городе есть много компаний, предоставляющих в аренду авто. Можно обратиться в любую и арендовать необходимый автомобиль. Обратите внимание, по городу можно передвигаться на такси, автобусах, другом общественном транспорте. Из Бари курсирует в хорватский Дубровник, Корфу, Игуменицу, Патрас в Греции, Дуррис в Альбании и Бар в Черногории. Город Бари на карте Италии Бари известен своими достопримечательностями далеко за пределами Италии. Здесь находится старый порт, который является одним из крупнейших в Италии. Недалеко от порта расположен старый центр города с исторической архитектурной застройкой. Находится он между новой и старой гаванями в живописном месте. Описание всех основных достопримечательностей ниже. Базилика Святого Николая. Здесь хранятся мощи Николая Чудотворца, который считается покровителем Бари. Они были вывезены тайно из Ликии в 1087 году. В этом же году и началось строительство базилики. Это очень популярное место для католических паломников из всех стран мира. Фронтон здания украшен сфинксом, а входной портал базилики красивой резьбой. Входной портал поддерживают колонны, которые стоят на статуях быков. Храм имеет прямоугольную форму, а фасад имеет разделение на три части. Базилика выполнена в белом цвете, благодаря нескольким реконструкциям выглядит очень аккуратной и ухоженной. Старый Бари. Это очень популярное место для прогулок на свежем воздухе как среди туристов и путешественников, так и среди местных жителей. Находится между гаванями на выступающем в море мысе. Улицы очень тесные и неровные, а места довольно мало, что создает атмосферу старинного города Средневековья. На относительно небольшой площади старого центра находится более 40 церквей и около 120 святилищ. Замок Штауфенов. Представляет собой фортификационное укрепление со стенами для обороны от вторжения. Был построен в 1131 году сицилийским королем того времени Рожером II. Ранее здесь были развалины византийского форта того времени. В 1156 году замок был полностью разрушен Вильямом I и заново отстроен, и укреплен. Замок окружен защитным рвом с трех сторон, одна находилась у моря. В данный момент в замке работает небольшой музей, где представлены различные исторические экспонаты, предметы искусства и отливки из гипса. Здесь работает медиариум, который показывает результаты раскопок. Можно посмотреть документальный фильм об истории замка. Важно! Медиариум при замке Штауфенов работает в будние дни с 9 утра до 13 часов дня, кроме среды, это выходной день. Грот Дика Стеллана. Это целый комплекс созданных природой пещер и ходов, который пользуется огромной популярностью среди туристов и путешественников. Обойти весь комплекс пещер и гротов удалось лишь одной экспедиции в 1938 году. Этим пещерам уже миллионы лет, ранее здесь были подземные реки, которые и вымыли этот комплекс. Он пользуется дурной славой среди местных жителей, поскольку раньше сюда часто падал скат, который пасен на прилегающей земле. В связи с этим рядом всегда присутствовал неприятный запах. Жителями считалось, что здесь расположены ворота в ад. Пещера включена в список самых красивых природных сооружений в мире. Художественная галерея. Находится в очень красивом старинном здании, под которым благодаря раскопкам удалось найти множество интересных предметов. Здесь можно ознакомиться с произведениями искусства выдающихся авторов, начиная со скульптур XI века и заканчивая картинами конца XIX века. На заметку. Галерея работает ежедневно с 9 часов 30 минут до 19 часов с перерывом, который продолжается с 13 часов до 16 часов. Понедельник – выходной день. Шопинг. Барри предлагает туристам и путешественникам пляжный отдых для всей семьи и множества различных развлечений. Многие едут сюда специально для шопинга, поскольку барри богат на различные магазины, торговые центры и рынки. Пляж. Среди пляжей выделяется центральный и самый большой в округе, который носит название «Хлеб и помидор». Представляет собой центральный пляж, полностью оборудованный всем необходимым, включая зонты и шезлонги. Для любителей игр и водных видов спорта предусмотрены площадки для занятий. Интересно. Есть прокат спортивного снаряжения. Место отлично подходит как для молодежи, так и семей с детьми. Рестораны. Для любителей развлечений рекомендуется посетить многочисленные бары и рестораны, ночные клубы, которыми так богат барри. Для детей. На заметку. С детьми можно сходить в аквапарк с огромным количеством водных горок и других развлечений. Спорт. Любителям футбола рекомендуется посетить игры клуба высшей лиги Италии с одноименным названием «Барри». Барри находится на юге страны, на побережье Адриатического моря. Поскольку на карте Италия похожа на сапог, то искать город необходимо ближе к каблуку. Находясь в баре или собираясь в поездку, необходимо учитывать следующие факты о городе и регионе, в Италии национальной валютой является евро. При обмене денег лучше обратиться в банки, там выгоднее курсы, чем в обменных пунктах. При передвижениях по городу на такси необходимо искать специальные места для их стоянки или вызывать такси по телефону или через специальное приложение. Для любителей шопинга рекомендуется идти в припортовый район. Там расположены множество магазинов и рынков с относительно невысокими ценами на товары. Сезоны скидок и распродаж в магазинах баре продолжаются с июня до сентября и с ноября по март. В отелях для персонала принято оставлять около 1 евро чаевых. В кафе и ресторанах размер чаевых может быть немного выше. В зависимости от уровня посещаемого заведения они составляют до 710 евро. Рекомендуется посетить красивый апарт-отель Bestuist Tern Executive Business Hotel. В его интерьере создатели заложили всего два цвета – белый и черный. Благодаря подобному сочетанию отель выглядит очень стильно. Барри представляет собой крупный портовый город южной части Италии. Однако, несмотря на это, предлагает туристам и путешественникам множество развлечений, достопримечательностей и пляжей. Продолжение следует...